Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 ноября. И я хочу показать вам, как я с закрытием сезона огородного продолжаю витаминизировать свой организм. Мы все знаем, что у нас зимой не хватает витаминов. Многие выращивают лук зеленый. Я тоже всегда выращиваю лук зеленый на окне. Ну не на окне, везде есть и на окне, и на стеллаже. Но я вам расскажу, как я его выращиваю. Вот смотрите, осенью, когда я заношу все свои вот эти вот садушки, у меня, видите, у меня здесь еще перцы растут. Вот тоже перец остренький, комнатный, красные шапочки. Я вам его еще не показывала, но он интересный, никуда он не денется, я потом про него расскажу. Но дело в том, что эти перцы, они слишком свободно у меня посажены, вот в больших кашпо. Вот этот вихрь вообще в 10-литровом ведре. И красные шапочки тоже 8-литровые, он по-моему, или 6-ти. Я всегда перцев прошу потесниться. И вот в этом пустом пространстве, которое все равно пустует, я вот этот вот лук-севок просто втыкаю. Ну увлажняю грунт, втыкаю вот этот лук-севок. Вот сейчас через неделю у меня уже можно будет щипать его. И постепенно в течение всей зимы, вот так вот у меня растет этот лук. Стоит или на окне на солнце, или стоит вот здесь под лампой, где у меня перцы растут. Это очень удобно, потому что не нужно никакой дополнительный лоток ставить, не нужно вот это все нагромождение. И вот сейчас эти перцы, видите как у меня пол ведра засажено, пол ведра еще чистых. Вот эти сейчас немножко подрастут. Как только я начну сбор урожая, я вторую половину тоже засажу, чтобы было периодами. Когда отойдет этот зеленый лук, у меня на этой стороне поспеет. Потом, когда здесь закончится, там у меня еще посажен, который я только что воткнула, будет другой лоток. Это очень удобно, может быть кому-то это пригодится. Это, конечно, не буду вам показывать кашпо, кашпо не очень красивые, но так как это у меня не для выставки, просто ведра, но для меня очень удобно. Зато всю зиму я с зеленым луком. В зеленом луке все знают, никто не будет отрицать, что очень большое количество витаминов, микроэлементов нужных нам, а зимой нашему организму нужна поддержка. Вот, пожалуйста, если у вас есть где-то горшочки с какими-то, с такими растениями, которые занимают не всю площадь, я как городской житель, я привыкла везде экономить землю, я вот в огороде каждый кусочек использую. И то же самое я делаю в своих вот этих кадушках, ведрах, которые на зиму у меня остаются дома. Использую каждый сантиметр и стараюсь все везде что-то воткнуть, что-то вырастить. Если у вас есть свободные площади, растет какой-то вот такой, одна вот такая будулышка, а вокруг пусто, натыкайте маленьких луковичек, выращивайте лук в ведре. Все, до свидания.